В 2000 году Владимир Путин стал президентом и в том же году на российские телеэкраны вышел фильм «Брат 2». Вышел и разошелся над цитатой. В этой ленте было все, чего ждала Россия. Карикатурные украинские мафиози, коварные американские бизнесмены, простые американские граждане, которые помогают главному герою. В этой ленте россияне видели себя такими, какими мечтали. Неполиткорректными, опасными, неотвратимыми. Они называли негров неграми, обещали отомстить украинцам за Севастополь, тосковали по величию и побеждали Америку. «Брат 2» был мечтой России о самой себе. Той самой, в которой ветераны наведут порядок, той самой, в которой патриоты побеждают врагов. Нельзя сказать, что всего этого прежде не было в российском дискурсе. Было. Но считалось маргинальным и устаревшим. В пространство российского мейнстрима эту риторику заново вписал именно Данила Багров. «Брат 2» положил начало новой публичной норме. И Россия начала описывать себя цитатами из этого фильма. Эта лента стала предсказанием. В год ее выхода на экраны страна начнет меняться. Данила Багров станет народным героем, а его мироощущение нормативным и допустимым. Оно пронижит всю вертикаль российского общества. И через 14 лет мы легко сможем представить главного героя ленты, воюющего на Донбассе против украинской армии. Нужно понимать, кино никогда не было только лишь истории про развлечения. Оно заодно ковало миф и норму представления о прошлом и будущем. И Украина легко может эту историю примерить на себя. Последние пять лет мы живем в эпоху сериала «Слуга народа». Он вышел на экраны весной 2015-го и стал самым рейтинговым продуктом отечественного телевидения. Те, кто его не смотрел, явно попадают в меньшинство только на официальном YouTube-канале у сериала под сотню миллионов просмотров. Последний трехсерийный «Слуга народа» вышел на экраны незадолго до первого тура президентских выборов. Кульминация для тех, кто смотрел сериал с 2015-го. Этакие финальные акценты для аудитории, готовой голосовать за новые лица. Настоящая программа будущего президента страны, в отличие от той, что писали для официального сайта. Так вот, картинка этой кинореальности довольно проста. Мол, протесты — это дело рук олигархов. Западные доноры, мол, рвут страну на части. А чтобы избавиться от удавки МВФ, обычные граждане скинутся личными драгоценностями. В сериале тема вторжения фактически отсутствует. Фактор России тоже. А все оппоненты главного героя — это коррупционеры и воры. Как и в случае «Брата-2», все эти нарративы существовали и раньше, но считались уделом политиков из прошлого и их непритязательной аудитории. А сериал «Слуга народа» сделал их мейнстримом и новой нормой. Повестка «Забрать и поделить» перестала ассоциироваться с Шариковым, а стала с Голобородько. Если Данила Багров провел ребрендинг имперской ностальгии, то персонаж Зеленского провел ребрендинг идеи максимального упрощения. В 2000 году Данила Багров сказал России «так можно» и ему поверили. А в 2019-м Украина точно так же поверила сценаристам 95-го квартала. Владимир Зеленский может полагать, что его сериал — всего лишь удачная политтехнология. Та самая, что позволила выиграть выборы и воцариться на Банковой. Проблема лишь в том, что это не так. Голобородько не только помог Зеленскому стать президентом, он еще и сделал его своим заложником. Шестой президент страны живет в реальной Украине, которая не может обойтись без западной помощи, которая вынуждена вести гибридную войну с ядерным государством, которая стоит перед необходимостью непопулярных реформ. А массовый избиратель ждет от Зеленского чудес, тех самых, что обещал с экрана его телеаватар, и когда не обнаруживает обещанное, разочарованно отворачивается. Год назад кастинг на Голобородько выиграл Зеленский, но кто сказал, что на этом история закончилась? Телевизионный прототип может пережить политическую карьеру шестого президента страны, на смену которому будут приходить люди, которые точно так же будут эксплуатировать сформированную 95-м кварталом мечту о процветании без усилий, о мире без победы, о плохом Западе и о России, которая выведена за скобки. Вокруг нас все больше тех, кто не замечает войну, все больше тех, кто хочет разрыва отношений с МВФ, все больше тех, кто хочет изменений, но не хочет меняться. Сторонники нынешнего президента могут считать, что он снес старую элиту, но только почему они решили, что качество измеряется новизной, и почему нам кажется, что новые претенденты на банковую станут реинкарнацией Васлова Гавила. Мы понятия не имеем, кто придет на смену Зеленскому. Мы можем судить лишь о том, какой запрос станут отрабатывать претенденты на булаву. Украинская мечта о будущем прорастает метастазами популизма и безответственности. Каждый, кто говорит о серьезном и сложном, проигрывает тем, кто говорит о простом и сиюминутном. Тот, кто предлагает лечение, проигрывает тем, кто предлагает обезболивающее. Но только вот болезнь от этого никуда не денется. Равно как и Россия. Та самая, которую пять лет подряд сериал «Слуга народа» старательно выводил за скобки. Как известно, из всех искусств для нас важнейшим является кино и YouTube.